По-домашнему позвонили, это как моё у сына голос, ревёт, плачет, да и мама денег. Мне деньги, мама, нужны. Этот способ мошенничества стар как мир и уже не так популярен, как раньше, но по-прежнему работает. Неизвестный убедил 82-летнюю пенсионерку, что ей звонит сын, который попал в большую беду. Не дал опомниться и очень быстро обобрал до нитки. Быстро, быстро, иначе мы вашего сына не выпустим. Быстро внесите деньги. Тут же, мгновенно внесите, телефон не бросайте. Перезвонить сыну пенсионерка не додумалась. Злоумышленник за спасение родственника просил 200 тысяч, но такой суммы у пожилой не было. Она свернула в газету 60 тысяч, которые копила на свои похороны и по указке звонившего положила в мусорный бак, установленный в нескольких метрах от дома. После приехал сын, живой и невредимый, но денег в контейнере уже не было. А вы не видели, кто забрал? Ну, соседку вот видела, она с собакой гуляла. Мужчина, там кот тоже стоял в кустах. Телефон у него вот так вот. Значит, спрашивают, что вы с собакой гуляете? Нет. Вот вернулся от меня. Высокий мужчина. Сейчас полицейские занимаются поиском мошенника. Стражи порядка в очередной раз просят население быть бдительней. Способов мошенничества огромное количество. Среди видов обмана на первом месте стоит звонок из банка, говорят полицейские. Но всплывают и такие, давно забытые, как наложение порчи. Не надо им верить. Очень необходимо сбросить трубку и перезвонить на ваше управление. Где уточнить, работает данный сотрудник, не работает. Звонили им, не звонили. Есть им, есть такой факт или нет. Ну и все. Лучше сразу перезвонить своим родственникам, сообщить о данном факте. Предупредить лучше, чем попасть на их уловки. Возраст жертвы значения не имеет. Злоумышленники хорошо владеют законами психологии. Поэтому могут завладеть средствами не только доверчивых пенсионеров. Главное правило – не передавать неизвестным данный карт, что бы ни случилось. И, конечно, не отдавать деньги. С начала года в Нижнекамском районе было зафиксировано 300 случаев различного мошенничества. Из них раскрыто всего 50. Такой низкий процент раскрываемости. Сотрудники полиции объясняют тем, что зачастую злоумышленники действуют дистанционно, используя различные интернет-ресурсы. Также имеют хороший талант убеждения и отлично заметают свои следы. Вера Муратова, Рафаэль Ракипов. Новости НТР.